ОМТВЮА про Головне. Начальник СИН доложил мне ситуацию, которая складывается в одном из мест решения свободы Волгоградской области. Многополярный мир, которого добивался Путин и его компания. Захватившие колонию в Волгоградской области записывают видео с территории с объяснением, почему решили так сделать. Вот лагерь девиднашка, захватили мусоров, убивали тех, кто притеснял, ущемлял, замучил мусульманам здесь. Кому-то там забирают книги, кому-то коврики, кому-то попривят, заставляют то, что нам по праву. Вот относительно так же мы с ними. Никаких там пошадок к нами, так же вот к ним. Вот мы просим у сотрудников, чтобы забрать своего, не забирая. После инцидента с захватом СИЗО номер один в Ростове-на-Дону в учреждениях ВСИН Волгоградской области не стали проводить дополнительных проверок или усиливать меры безопасности. Напомним, что в середине июня в первом следственном изоляторе Ростова-на-Дону заключенные захватили двух сотрудников ВСИН в заложники и потребовали автомобиль для побега. Тогда их ликвидировали, а заложников освободили. Впоследствии четыре сотрудника ВСИН были уволены, 16 привлечены к ответственности. Отметим, что накануне захвата в ИК-19 новые сотрудники приняли присягу, действующие работники были повышены в званиях, получили ведомственные награды и другие знаки отличия. Это четвертый террористический акт на территории РФ за последние полгода, совершенный ИГИЛ. Ни один большой силовик не отстранен. Все на своих местах. Уже известно о троих убитых. Напомним, директор ФСБ Бортников сказочный директор. ...готовили как сами радикалы-исламисты, так, естественно, способствовали западные спецслужбы. А сами спецслужбы Украины к этому имеют непосредственное отношение. Я думаю, что это так. Каков интерес тут? Раскачать ситуацию, создать панику в обществе. Украинская сторона осуществляла изучение и подготовку боевиков на территории Ближнего Востока. Нам об этом известно. То, что выезжали в места нахождения террористов. Запад и Украина как раз стремятся к тому, чтобы нанести больший вред нашей стране. Не получается на линии боеводства, пока с нами, значит, нужно сделать где? На территории нашей страны. Какую информацию вам передали американцы? Эта информация общий характер вносила о подготовке террористических актов в местах массового скопления граждан. Мы реагировали на эту информацию и, конечно, принимали меры соответствующие для того, чтобы... Да что ты, черт побери, такое несешь? Активные бои в Курской области продолжаются. Идет сражение за поселок Коренево и села Вишневка, Комаровка и Краснооктябрьское. На севере идут бои в районе Каучука, а на восточном фланге ВСУ сражаются за русскую Конопельку. Ранее ВСУ пытались наступать к северу от русского Поречного. Но, если верить сообщениям Z-каналов и других источников, пройти вперед не смогли. Однако, вот эти вояки с пушкой заявили об освобождении некоего поселка Нечаев. С 24-го года батальон специального назначения Арбат и Сармат, Тепняшки, освободили от нечисти поселок Нечаев и окрестностей. Победа за нами! И на втором взгляд на розово! Сначала подожгли, потом освободили. Или наоборот, не знаю. В поселке этом, которое на самом деле село, как пишут, никто не живет. На карте там видны всего пара домов. Украинская авиация продолжает использовать корректируемые авиабомбы для ударов по Курской области. На этом видео атакован взводный опорный пункт в районе станции Глушково на западном фланге Курского фронта. Тем временем, 3-я штурмовая бригада ВСУ заявила о начале контрнаступления на Луганском фронте в Харьковской области. Они пишут, что наступают при соотношении сил 1 к 2,5 не в свою пользу. Цель – остановить атаки 20-й армии России в районе Макеевки. Украинские военные сообщают, что за 4 дня наступления нанесли путинским частям серьезные потери, освободили 2 квадратных километра и захватили батальонный укрепрайон. Появились кадры после вчерашней атаки по аэродрому Мариновка в Волгоградской области. На них видны поврежденные ангары, в которых стоят самолеты. С других ракурсов видно, что сами ангары имеют множество отверстий от поражающих элементов. Для этого использовали металлические шарики. Сколько именно самолетов и как было повреждено, все еще неизвестно, но на спутниковых снимках видно, что кроме ангаров с самолетами были полностью уничтожены места хранения авиационных боеприпасов. За этого инкоры пишут, что все способные летать самолеты покинули аэродром до прилета украинских дронов, а в ангарах якобы находились неисправные самолеты и к ним вроде как нет запасных частей. Если это правда, то как минимум четверть самолетов на аэродроме по сути были неисправны. Паром с топливом затонул в порту Кавказ в Краснодарском крае после вчерашней атаки украинской ракеты. На борту находилось 30 цистерн с горючим. Украинский штаб признал причастность к атаке, но не назвал чем именно. Был нанесен удар, хотя считается, что была использована ракета «Нептун». По словам губернатора Краснодарского края, 17 членов экипажа спасли. Поиски еще двоих человек продолжаются. В Оренбурге разгорелся скандал из-за шамана. За выступление на дне города певцу заплатили 16 миллионов рублей. Сумма гонорара возмутила местных жителей, которые до сих пор не получили компенсации за утраченное жилье после весеннего наводнения. Инфраструктура в городе также по-прежнему не восстановлена. Вместо администрации сообщили, что это другое. Тем не менее, выделением средств уже заинтересовалась прокуратура. Но, что бы там ни решили, деньги, скорее всего, уже не вернуть. По условиям контракта шаман их получит, даже если выступление отменят. В Карачаево-Черкесии, недалеко от Домбая, произошел крупный лесной пожар. Спасатели эвакуировали 236 человек, в том числе 43 детей. Причины возгорания пока неизвестны. Жителям многоэтажки в Ейске, на которую в октябре 2022 года упал бомбардировщик Су-34, присудили компенсации. Но не те, на которые лишившиеся имущества люди вообще рассчитывали. Вместо запрашиваемых 12 миллионов рублей, тоже не такая уж большая сумма за моральный ущерб, суд обязал Минобороны выплатить от 200 до 900 тысяч рублей за уничтоженное имущество. Да и вообще, в Минобороны заявили, что платить за все должен город, а они тут ни при чем. Вот этот вот падающий самолет на видео, ну, вероятно, не их, может быть, он уволился две недели назад, я не знаю. К Минобороны, конечно, никакого отношения не имеет. Напомню, что в результате этого крушения погибли 16 человек. 43 получили ранения, 140 квартир были полностью разрушены, а Минобороны теперь говорит, что они ни при чем. Власти вообще любят перекладывать друг на друга ответственность, на пострадавших от военных жителей им, конечно, абсолютно плевать. Цели всего происходящего уже мало кому понятны, и каждый трактует их как хочет. Вот Медведев, например, обиделся на запрет Украинской Православной Церкви Московского Патриархата и в очередной раз пригрозил Украине уничтожением. Истинная церковь, говорит, только у нас, а у остальных неправильная. Ну, ждем, когда Димон объявит новый крестовый поход. А война идет! Война! Война за Россию! Матушку! Всего же в террористических атаках ВСУ только на Белгородскую область были задействованы десятки дронов и более сотни артиллерийских боеприпасов. Удары наносились в окрестностях населенных пунктов Барки, Фанасеевка, Черкасская, Конопелька, Ново-Ивановка, Микайловка, Снагость и Куриловка. Но на Великобритании разведывательные ударные сыграли ключевую роль в наступлении ВСУ на Курскую область.